Уважаемые коллеги, друзья, всем добрый день. Рад приветствовать вас на нашем вебинаре «Найм мечты. Онлайн-коммуникация в подборе кандидатов». Сегодня мы с вами поговорим про автоматизацию подбора персонала, важных составляющих, таких как прямая коммуникация с нашими уважаемыми соискателями. Поговорим немножко о нашей компании. Компания «Тензор» является разработчиком системы Саби на рынке с 1996 года и хотел бы здесь сделать важный акцент, важный нюанс, то что на текущий момент в штате у нас более 7000 сотрудников и все они абсолютно были подобраны через нашу систему по подбору персонала. Пережив кризисы 2000-х, 2009-го, 2015-го, 2019-х годов и вступив в сферу сверхновой реальности на рынке труда, часть работодателей по-прежнему пребывает в иллюзии, что незаменимых специалистов у нас не существует, а людей заинтересованных в работе на текущий момент достаточно. Однако на самом деле это не совсем так. Даже та глобальная проблема, с которой успели столкнуться большинство компаний в 19-21 годах, это острый дефицит соискателей из разных сфер. Она никуда не исчезла. Сложно просто так преодолеть дисбаланс спроса и предложений, проявивших себя в полной мере в начале этого гола. Согласитесь, наверное, каждый работодатель, практически, наверное, каждый работодатель почувствовал кадровый голод на рынке. И сейчас, учитывая непростые и изменчивые реалии, ситуация будет более или менее критической для обеих сторон рынка труда в разных профессиональных областях. Задумайтесь, только одна нехватка IT-специалистов оценивается примерно в 1-1,5 миллиона человек. Ну и, конечно же, демографические проблемы, увы, они никуда не исчезают. Исследование крупнейшего портала headhunter.ru показывает, что 90% соискателей считают, что если работодатель не готов рассмотреть их на вакансию, лучше сразу получить отказ. А для 60% соискателей быстрая обратная связь создает хорошее впечатление о будущем работодателя. И участникам исследований стало в районе 2000 человек, даже чуть больше, 2200 человек разного уровня специалистов из разных профессиональных областей. Главное в оценке будущего работодателя – это скорость ответа на отклик по вакансии. 40% соискателей отметили, что вакансия становится им менее. Неинтересно, если работодатель не ответил по отклик в течение трех дней. 20% готовы ждать где-то примерно 4-5 дней. 18% согласны ожидать ответа аж целую неделю. Интересный факт, что почти половина кандидатов без опыта работы теряет интерес к вакансии, если рекрутер не ответил спустя 1-3 дня. А 66% таких соискателей и вовсе негативно относятся к компаниям, которые реагируют на отклики позже этого срока. Важна быстрая коммуникация даже в случае отказа. И сегодня мы обязательно посмотрим наши инструменты именно для быстрой коммуникации. 90% опрошенных соискателей отметили, если работодатель не готов рассмотреть их на вакансию, лучше сразу получить отказ и не тратить время на ожидание ответа. А 60% кандидатов негативно относятся к работодателям, которые оставляют отклик в принципе без ответа. И тоже небольшой интересный факт. Реакция на отказы у кандидатов отличается в зависимости от возраста. Молодая аудитория считает нормальным получить сразу отказ от работодателя, а вот старшее поколение чаще отмечает, что отказы их действительно расстраивают. Рынок труда это, конечно же, абсолютно такой же конкурентный рынок, где работодатели борются за лучших кандидатов. Важны не только уровень зарплаты, социальные гарантии, прокачанный HR-бренд, адаптация в первые рабочие дни, комфортабельный офис или возможность работать удаленно. Как вы уже заметили из исследований, очень важно оперативно связываться с кандидатами по разным каналам связи. По статистике, около 15% откликов сгорают из-за того, что кандидаты уже нашли работу до того, как с ними связался рекрутер. Поэтому выигрывают именно те компании, которые быстро дают обратную связь. Давайте рассмотрим подробнее, как с помощью удобных инструментов саби для полной автоматизации процесса подбора персонала упростить жизнь, быстро находить нужных кандидатов, сразу же им отвечать на отклики и инициировать общение первыми, согласовывать со искателем на должность внутри компании, а также проводить видеособеседование. Отмечу, что все отклики из самых популярных сайтов по поиску работы автоматически подгружаются в нашу систему, и рекрутерам не надо будет посещать HeadHunter, SuperJob, заходить на Авито или Зарплату.ру, все отклики прямо уже в системе, и ответы на них будут отправлены автоматически с самого рекрутингового сайта. Все просто. В сабе вы оставляете положительный статус отклика, идет обмен информации из нашей системы, к примеру, в HeadHunter, в дальнейшем HeadHunter сразу отправляет заранее подготовленное письмо соискателю о том, что его резюме интересно и принято к рассмотрению. Конечно же, самый классический инструмент для последующей связи с кандидатами – это старый добрый телефонный звонок. В сабе присутствует умная телефония, которая интегрируется с самыми популярными операторами связи. Рекрутеру для вызова кандидата достаточно нажать одну кнопочку из карточки кандидата на номер телефона, и сразу же пойдет вызов. Наша система произведет запись разговора рекрутера с кандидатом, а также соберет подробную статистику в наглядных виджетах, кто звонил, сколько звонил, разговаривал, не дозвонился и так далее. Обязательно руководителю службы подбора будет все доступно в наглядных понятных форматах в виде виджета. Но в последнее время телефонный разговор как инструмент коммуникации очень сильно устарел. Много спама, рекламы, автобзонов с различными предложениями – все это чаще заставляет нас не отвечать на входящий вызов с неизвестного номера телефона. Абсолютно по-другому обстоят дела с мессенджерами. Прямо из саби рекрутер может написать любому кандидату – в WhatsApp, Viber или Telegram – без дополнительных программ и вкладок. Пишем кандидату прямо из карточки. В случае, если кандидат сам захочет написать, то система, естественно, пришлет уведомление и, опять же, зафиксирует все в карточке кандидата. Мы сегодня попробуем с вами протестировать данный функционал. Что касаемо шаблонов писем, можно написать свободный текст, можно использовать шаблон письма и не набивать текст сообщения руками. В саби уже есть заранее подготовленные шаблоны писем, которые легко абсолютно поменять под себя, забрендировать, вставить свой текст и так далее. А для использования шаблона письма «Видеособеседование» также присутствует возможность сделать отметку в календаре. Кандидат получает ссылочку, проходит по ней без дополнительной программы установки каких-то приложений. Прямо по ссылке проходит в личный кабинет и, соответственно, попадает в окошко видеозвонка, в котором его ожидает рекрутер и проводит непосредственно видеособеседование. Само видеособеседование можно будет записать, и оно автоматически будет прикреплено к карточке кандидата. В дальнейшем можно этой записью будет поделиться, к примеру, и с нашими заказчиками. После всей воронки подбора мы нашли нашего идеального кандидата, и даже здесь Саби автоматизировал автоматический сбор документов для последующего приема кандидата на работу. Все это помогает нам в этом анкета кандидата. Для того, чтобы собрать документы для последующего трудоустройства рекрутеру или специалисту отдела кадров, прямо опять же из карточки кандидата достаточно отправить анкету. В анкету кандидат может приложить паспорт, снился документ об образовании, диплом, и если дополнительно потребуется работа дателя, какие-то документы, любые документы без проблем, через дополнительные поля можно поменять под себя. Также для кандидата будет выпущена простая электронная подпись для последующего подписания согласия на обработку персональных данных, чтобы нам соблюсти 152-й федеральный закон. Со стороны кандидата также не потребуется никаких дополнительных ввод в данных. Для того, чтобы система автоматически распознала документы, достаточно приложить паспорт и снился, и система распознает их автоматически. В дальнейшем мы обязательно поможем службе безопасности, проверим кандидатов на открытые источники, около 14 источников по всем базам налоговой федеральной службы, федеральной службы судебных приставов, прокуратуры и так далее. Мы обязательно составим полное досье на любого кандидата, а в дальнейшем, если, к примеру, к вам пришел хороший чистый кандидат, но примерно через месяц или два случилось так, что какие-то, ну, возможно, он зарегистрировал ИП и хочет стянуть клиентскую базу из вашей организации, система вас обязательно уведомит, так как раз в сутки делает обновление статуса по кандидату и автоматически присылает вам уведомления. Строите воронку подбора в нашей системе «Мощная аналитика». Вы всегда сможете построить любой интересующий вас отчет, саму воронку подбора вы обязательно сможете настроить конкретно под себя. Коллеги, дайте, пожалуйста, обратную связь. Какие отчеты для вас важны, что именно в процессе подбора персонала для вас важно, какие уровни вы меряете, что смотрите конкретно по рекрутерам, что смотрите конкретно по кандидатам. Так, напишите в чат, не стесняйтесь, пожалуйста. Для нас очень важна обратная связь, чтобы для вас мы в дальнейшем смогли дополнить непосредственно нашу систему важными разнообразными отчетами. На текущий момент, кроме воронки подбора, вы также сможете оценить эффективность работы ваших рекрутеров, то есть посмотреть и проконтролировать активности менеджеров по подбору персонала, увидеть все звонки, отправленные письма, проведенные встречи, оффлайн, онлайн собеседования и также отметки по работе с резюме. Также мы обязательно покажем загрузку, загрузку рекрутеров, продемонстрируем на отдельном отчете, сколько на текущий момент заявок на вакансию в работе, сколько найдено в срок, сколько на текущий момент висит просроченных заявок в работе и сколько в среднем тратит дней либо часов, к примеру, менеджер по персоналу на закрытие конкретной заявки на вакансию. Вы обязательно сможете увидеть, откуда кандидаты к вам приходят и какой канал привлечения кандидатов для вас является самым эффективным. Причем отчет по источникам, он, естественно, настраиваемый, можно будет его дополнить своими источниками, удалить ненужные, те, которые вы не используете, и настроить его абсолютно под себя. Коллеги, перейдем с вами в небольшую демо-версию для того, чтобы мы смогли продемонстрировать вам, каким образом выглядит сама система и как можно будет с ней работать наглядно и понятно. Начнем мы, наверное, с самых базовых вещей, это отклики. На текущий момент в разделе «Вакансии» отдельным реестром добавлен раздел «Отклики». Здесь вы сможете увидеть все отклики, загружаемых из разных источников. У нас на текущий момент интеграция с четырьмя порталами. Это HeadHunter, Superjob, Avito и зарплата.ru. Есть еще возможность интеграции и с вашим сайтом по API. Как видно здесь на экране, здесь у нас находится реестр откликов, и рекрутер прямо из единого окна сможет пригласить кандидата, ему будет автоматически отправлено письмо, либо, к примеру, кандидата отклонить. И за один клик также данный отклик добавить непосредственно в базу кандидатов и в дальнейшем хранить его у себя. Второй важный инструмент, который бы хотелось продемонстрировать, это непосредственно работа с мессенджерами. В карточке кандидата, в разделе кандидата, можно открыть карточку. Возьмем вот такого молодого человека, недавно у него был день рождения. Номер телефона уже добавлен, и мы также добавили к нему признак WhatsApp, о том, что WhatsApp у него привязан к данному номеру телефона. Если потребуется привязать какие-то сторонние мессенджеры, такие как, к примеру, Viber, либо Telegram, без проблем, телефончик можно отредактировать и привязать, к примеру, Telegram, либо Viber. В разделе чаты кандидату можно будет написать, выбрав номер телефона и отправив ему любое сообщение. Как говорил ранее, мы можем отправить сообщение непосредственно через свободный вот текст, либо мы можем использовать шаблоны писем. Шаблон в писем у нас на текущий момент 5, на 2 остановлюсь подробнее. Это приглашение на собеседование и анкета для приема. Отправили на текущий момент наше письмо. Ждем ответа кандидата. Кандидат нам в скором времени должен ответить. Что касаемо именно демо-версии, коллеги, на текущий момент, любую демо-версию любого продукта вы сможете найти на online.sbiz.ru. Просто вбейте в Яндексе Sbiz вход в личный кабинет, и в дальнейшем мы, соответственно, сможем зайти в любой портал нашей необъятной системы SAB. Вот таким образом будет выглядеть, соответственно, первичный вход. Здесь мы нажимаем кнопочку «Попробовать демо» и чуть ниже, что касаемо именно подбора персонала, отдельное окно для входа. Здесь под демо-пользователем уже есть наполненная, соответственно, демо-база. Здесь присутствуют кандидаты, присутствуют вакансии заранее согласованные. И, соответственно, здесь мы сможем увидеть всю информацию по нашим текущим кандидатам. В самом начале для вас система автоматически произойдет экскурс. У нас приложены некоторые непосредственно ссылочки на YouTube, чтобы вы автоматически смогли воспроизвести их здесь и посмотреть краткие инструкции на технические маршруты и краткий экскурс по каждому разделу нашей системы. В самом начале вы видите наглядные виджеты по вакансии. Вакансии делятся по категориям, по регионам, либо по отделам. И также видны виджеты по активности, отдельно воронка подбора и расшифровка положительных либо отрицательных итогов. Здесь вы также увидите информацию, что можно создать, добавить, загрузить и увидеть отдельные отчеты по воронке, динамике активности и так далее. В разделе вакансии здесь мы увидим всю информацию по текущим вакансиям. И здесь вакансии непосредственно можно создать. Создать их может как сам рекрутер, так и непосредственно заказчик, нанимающий менеджер. Для этого достаточно нажать кнопочку «плюс» и выбрать тот регламент вакансии, по которому мы будем нанимать на текущий момент и искать наших кандидатов. В демо-версии мы добавили два регламента – вакансия и вакансия на руководящую должность. Отличаются они маршрутерами прохождения. В Сабе очень понятный конструктор, который можно будет использовать для настройки регламента. Для этого любой пользователь в понятных настройках сможет открыть карту маршрута прохождения, к примеру, вакансия на руководящую должность, и отредактировать маршрут, просто передвигая блоки мышкой, настраивая переходы. Все можно будет настроить под себя. Сюда можно будет добавить любой раздел, соответственно, любой этап. У этапа «Выбрать исполнителя» и в дальнейшем, ну, к примеру, возьмем службу безопасности, проверку службы безопасности, выберем конкретную роль, и в дальнейшем автоматически система будет присылать уведомления в виде входящей задачки нашей службы безопасности. Давайте посмотрим с вами конкретный пример. Уже заранее подготовлено менеджер по продажам. В демо-базе он уже содержится, поэтому вы можете самостоятельно протестировать, посмотреть. На текущий момент, чтобы опубликовать вакансию, нам достаточно зайти в раздел «Публикации» и выбрать непосредственно тот портал, где мы будем производить публикацию. Возьмем, к примеру, наш любимый HeadHunter. Для публикации достаточно будет ввести логин с паролем, и в дальнейшем вы непосредственно... Система автоматически подхватит всю информацию из вакансии и разместит ее на HeadHunter. В дальнейшем любые отклики будут приходить в раздел «Отклики», который демонстрировал ранее, и как только мы запишем наши отклики в кандидаты, они появятся вот здесь и будут автоматически связаны с нашей вакансией. То есть рекрутеру ничего руками вводить не потребуется. Отклики подгрузятся, автоматически закрепятся за нашей, соответственно, вакансией. Здесь вы можете сразу же открыть карточку вакансии, карточку кандидата и непосредственно посмотреть, что за кандидат к вам пришел. В дальнейшем через внутренний мессенджер вы также можете вести общение с нашими уважаемыми заказчиками, отправлять им сообщение. Причем приятный бонус – аудио и видеосообщения у нас распознаются, то есть голос будет распознан, и также у нас есть мобильное приложение. Через мобильное приложение также можно будет вести переписку и общаться через внутренний корпоративный мессенджер-сайт. В ленте уведомлений здесь у нас вся информация по нашей текущей вакансии, кто создал, переназначил, согласовал и так далее. Здесь всю информацию в карте маршрута прохождения можно будет увидеть всю информацию. Перейдем с вами в раздел «Кандидаты». Здесь у нас приходят кандидаты по откликам. Кандидатов мы также можем добавлять и вручную, и в дальнейшем можем вести с ними, соответственно, общение в чатах, вызывать по звонку и, к примеру, приглашать на собеседование. Для приглашения кандидата на собеседование достаточно нажать кнопочку «Отправить» и выбрать непосредственно шаблон письма. Приглашение на собеседование. Выбираем, в какой канал связи. WhatsApp, Telegram, Apple, SMS, либо e-mail. Отправим, к примеру, Ивану Арсеньевичу приглашение на e-mail. Прямо из шаблона письма мы выбираем, когда будет проведено данное собеседование. К примеру, завтра в 11.20 кто будет его проводить. В систему подгружается список сотрудников. Список сотрудников можем забрать из Excel, 1С, либо другой учетной системы. Без разницы, абсолютно. Список сотрудников уже есть, то есть структура компании настроена. Ну, к примеру, выберу себя как рекрутера в дальнейшем, чтобы провести данное собеседование. Собеседование может быть двух видов в офисе, либо онлайн-собеседование. Здесь мы меняем, соответственно, вид собеседования. И отмечу то, что у нас система автоматически подстраивается. И мы видим информацию, то, что у нас ссылочка, перейдите к видео-собеседованию, будет отправлена нашему непосредственно кандидату. Отправляем письмо. Фиксирует система отправку письма. В нижнем правом углу вы видите то, что сообщение отправлено. И в дальнейшем в разделе «Календарь» рекрутер сможет увидеть на завтра собеседование непосредственно с ссылочкой на карточку кандидата дополнительно себе. Также можно будет настроить напоминание о том, что через 5, либо 15 минут у меня завтра будет видео-собеседование. Вот таким легким способом вы сможете отмечать видео-собеседование внутри. И если ваш сторонний календарь поддерживает интеграцию, то без проблем мы интегрируемся с другими календарями, такими как, к примеру, One Calendar через Android можно будет настроить пользователю интеграцию. И в дальнейшем, соответственно, вот это событие прокинется автоматически в календарик и на Android. Вернемся с вами в раздел «Кандидаты». И отмечу второй важный шаблон. Это анкета кандидата. Мы автоматизировали, как говорил ранее, сбор документов непосредственно для последующего трудоустройства. Для отправки анкеты кандидата достаточно нажать кнопочку «Отправить» и выбрать шаблон письма анкеты кандидата. Отмечу, что анкета кандидата будет отправлена в виде ссылочки и прикрепится отдельно в веб-форму, которую у нас непосредственно кандидат будет заполнять. Делаем отправку. Так, Татьяна, периодически вижу вопросы. Обязательно в конце отвечу на все. Татьяна, скажу сразу, что синхронизация с Outlook есть, да, без проблем. По протоколу CallDavs можно будет напрямую настроить. Сделали отправку. В дальнейшем в разделе «События» вы видите все события по данному кандидату. И непосредственно запланированное, к примеру, видео собеседование, которое я сегодня отправлял, видимо, отправки по e-mail. Есть возможность зафиксировать звонки, письма, встречи, видеозвонки и так далее. Ну и также, естественно, поставить себе плановый контакт, чтобы не забыть связаться с нашим кандидатом в определенное время. В дальнейшем мы видим в карточке кандидата о том, что анкета была отправлена, и она автоматически прикрепилась, как ссылочка к самому событию. И в разделе «Документы» здесь мы видим непосредственно анкету для приема. Вы можете переименовать ее как угодно. «Анкета для проверки анкета кандидата», без разницы абсолютно. Сюда кандидат прикрепляет все документы. Как говорил ранее, можно будет список документов дополнить. Единственное, необходимо до момента открытия ввести свой номер телефона и фамилию, имя, отчество. Прикрепляем из документов, которые у нас уже содержатся, к примеру, в демо-базе, паспорт. Система автоматически распознает, подставляет все в доп. поля. То есть кандидату вручную заполнять серию номер не потребуется. Работаем с фотографиями, с не самыми хорошими сканами, так сказать. И в дальнейшем, соответственно, прикрепляем снилс. Здесь таким же образом у нас пройдет проверка и заполнятся все дополнительные поля. Документ об образовании, трудовая книжка, военный билет сразу идет непосредственно в штатных версиях данной анкеты, которую можно будет дополнить. Даем свое согласие на обработку персональных данных. Нажимаем кнопочку «Отправить» и в дальнейшем рекрутер получает уведомление о том, что анкета была заполнена. Вот здесь к нам приходит ответ «Анкета для приема». И мы саму анкету видим непосредственно как событие о том, что опять же у нас получен ответ «Анкета для приема». И очень важный момент, то что если кандидат откажется, естественно, рекрутер придет и в дальнейшем информация о том, что кандидат отказался. Открываем ссылочку для анкеты. Ссылочку на анкету. Видим всю информацию о том, что у нас все заполнено, прикреплено. И в дальнейшем рекрутер, либо специалист отдела кадров, который занимается документом приема, сможет записать все в карточку. И в дальнейшем все документы, которые у нас были непосредственно в карточке документов для приема, будут перенесены в карточку кандидата. Мы поставили положительный последний итог о том, что мы берем кандидата на работу. И прямо в системе у нас открылась возможность оформить прием. Нажимаем кнопочку «Оформить прием». И так как наша система является лидером на рынке кадрового электронного документа оборота, можно будет использовать документ описания в электронном виде без проблем. Можно использовать и бумагу по старинке без проблем. Наша система полноценная, система для кадрового учета. Как вы заметили, в документах приема, к примеру, в списке недействительных сразу же числится паспорт, все автоматически заполняется. И по настроенному заранее регламенту вы без проблем сможете отправить все документы для приема на согласование для последующего подписания документов в электронном виде с последующим выпуском неквалифицированной электронной подписи и регистрацию данного кандидата в нашей системе. В дальнейшем, что хотелось бы еще отметить, прямо в системе из карточки кандидата есть встроенная проверка. Встроенная проверка по базам МВД, картотеке арбитражных дел. Все перечислять не буду, и здесь довольно-таки много. Один раз достаточно нажать кнопочку «Проверить», и вы получите полную информацию по задолженностям по налогам, по арбитражным делам, каким-то исполнительным листам, по штрафам, по, соответственно, судам. Возможно, он разыскивается по какой-то статье Уголовного кодекса, числится в списке экстремистов, террористов, возможно, в каких-то санкционных списках и так далее. Здесь вы сможете увидеть полный отчет по любому физическому лицу, достаточно загрузить сюда данные, выполнить проверку и таким образом помочь вашей службе безопасности. А если ее в вашей компании нет, то выполните эту функцию за них буквально за один клик. Отдельно все собрано в разделе «Проверка». Здесь вы сможете увидеть весь реестр всех проверок, которые числятся, и отдельно скомпоновать, соответственно, ваших кандидатов, либо сотрудников уже трудоустроенных, кто с проблемами, без проблем, и наглядно подробный отчет, соответственно, составить в виде печатной формы по любому из кандидатов. Ну и еще один важный нюанс. Когда мы общаемся с кандидатами, и как мы в самом начале отмечали, то что очень важно оперативно отвечать на отклики, также важно оперативно и согласовывать кандидатов с нашими уважаемыми заказчиками. Когда мы отправляем успешного кандидата или соискателя на непосредственно рассмотрение кандидату, если он зависит, то кандидат, возможно, потеряет интерес к данной вакансии. У нас в системе все настроено автоматически. Достаточно добавить события в виде, к примеру, письма, и выбрать непосредственно в воронке подбора переход именно на согласование с заказчиком. Настраивается это все внутри, настраивается отдельно триггером, который срабатывает после того, ввели на согласование, ввели комментарий, и после того, как нажимаем зеленую галочку, у нас система в автоматическом режиме подхватывает, соответственно, карточку кандидата и отправляет ее заказчику. В дальнейшем мы сможем увидеть в разделе задачи, нашу входящую задачу на согласование кандидата и, соответственно, ее согласовать внутри. В разделе активности здесь вы увидите информацию по всем активностям наших рекрутеров. То есть вы сможете увидеть все звонки, письма, отправленные проведенные встречи, собеседования и так далее. Все комментарии, запланированные события, здесь можно настроить распорядок последующего дня либо недели, выбрать отдельно в разрезе месяца, дня, недели и так далее. И построить отчеты. Самое важное, наверное, в рекрутинге это непосредственно отчеты. Построим отчет по динамике активности за июнь 2024 года. Здесь мы увидим информацию в виде отправленных писем, в виде проведенных собеседований и звонков по каждому абсолютно рекрутеру, который у нас присутствует в системе. Ну и в дальнейшем любая ссылочка в сабе активна. Нажав один клик, мы можем посмотреть полностью весь отчет. И опять же, выгрузка в Excel либо в PDF у нас присутствует на любом отчете, который вы видите на экране. Отдельно в разделе кандидата хотелось бы отметить то, что можно построить воронку подбора. И воронку подбора, опять же, можно будет по этапам сделать конкретно под себя. Давайте возьмем по обширнее за 2023-2024 год. К примеру, построим воронку подбора. И здесь мы увидим, кто у нас находится на этапе нового, знакомство с кандидатом. К примеру, согласование с заказчиком, тот самый кандидат, которого я отмечал. И мы автоматически прочитаем конверсию этапа, чтобы исключить, так сказать, узкие места подбора. Ну и отдельно расшифровка положительных либо отрицательных итогов с последующей выгрузкой в Excel либо в PDF. Еще один отчет, который хотелось бы отметить, это отчет по вакансии. Отчетов по вакансиям несколько. Естественно, по исполнителям, по категориям, отделам либо регионам. Возьмем, наверное, самый популярный отчет по исполнителям. Здесь вы сможете, опять же, увидеть всю информацию по нашим рекрутерам, сколько на текущий момент заявок в работе, сколько на текущий момент заявок просрочено, сколько в среднем тратится дней и так далее. Здесь у нас все хорошо. Коллеги, у нас работает замечательно, без просрочки. Ну и в дальнейшем выгрузку в Excel по заданному шаблону. В самом шаблоне вы сможете определить, какие колонки вам потребуется в дальнейшем выгружать. Коллеги, спасибо за обратную связь. Мы сейчас обязательно ответим с вами на все вопросы. Обязательно проштудирую чат. Хотелось бы резюмировать. Мы сегодня с вами посмотрели нашу систему по подбору персонала. И хотелось бы сделать акцент о том, что наша система не зациклена на чем-то одном. Это полная система по всему HR-циклу. То есть кандидата важно не только найти, важно адаптировать его на первые дни на рабочем месте, важно предоставить ему инструменты для последующего общения с его коллегами в виде корпоративного портала, обязательно мотивировать с помощью геймификации и мотивации, подписывать документы через кадровый электронный документ, оборот, обязательно считать зарплату и учитывать рабочее время, просчитывать KPI. И все это объединено в рамках одной системы, в рамках системы SAB. Поэтому если вас интересует не только блок подбора персонала, а что-то другое, без проблем обращайтесь. Мы обязательно ответим на все вопросы. Обязательно проведем отдельную презентацию по любому блоку из блока управления персоналом. Коллеги, давайте перейдем с вами непосредственно к нашему чату. Оксана задает вопрос, подскажите, пожалуйста, показывает ли система при проверке, что кандидат имеет второе место работы и будет ли обновляться эта информация. На текущий момент уточню, Оксана, обязательно этот вопрос. Если мне память не изменяет, по-моему, нет. Но если у кандидата есть статус самозанятого, статус ИП, либо он является руководителем действующего, либо дисциплифицированного юридического лица, мы без проблем обязательно это подсветим. Так, Алексей, спасибо за комментарии. Смотрите источники, в первую очередь. И самый важный отчет, это воронка, конечно, да, по рекрутируем результативность. Согласен, Алексей. Так, Светлана задает вопрос, каким образом решен вопрос по получению кандидата согласен на обработку персональных данных, когда резюме скачивается с работных сайтов. Светлана, прокомментируем. Любой кандидат, который регистрируется на рекрутинговом портале, дает свое согласие на обработку своих персональных данных и передачу третьим лицам. То есть, если я, как кандидат, ищу работу, регистрируюсь на том же самом HeadHunter, ставлю галочку, и внутри, соответственно, этого согласия на обработку персональных данных у нас будет отмечено то, что непосредственно HeadHunter может передавать мое резюме третьим лицам, то есть работодателем. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если нет, оставляйте комментарии, мы обязательно свяжемся, и этот момент с вами вместе про штудера. Татьяна. Алексей, так, Алексей, Фризы. Окей, хорошо. Так, Татьяна, можно редактировать шаблоны своими силами, можно прикреплять файлы и ссылки на внешние источники. Да, без проблем. Шаблоны можно будет редактировать и своими силами. Если потребуется, можем воспользоваться, соответственно, и нашими услугами. Если не хотите, самостоятельно, соответственно, можно самостоятельно по инструкции. Все довольно-таки просто. И прикреплять файлики, ссылки на внешние источники, да, без проблем, их также можно будет прикреплять. Так, Айгуль задает вопрос. Добрый день. Покажите, пожалуйста, еще раз, как можно синхронизировать чат с WhatsApp, открыть доступ именно отправку писем по WhatsApp. Айгуль, давайте мы с вами свяжемся отдельно и продемонстрируем вам непосредственно, каким образом настроить интеграцию с WhatsApp. Опять же, у нас есть открытая инструкция на sbis.ru.help и без проблем с вами отдельно свяжемся и продемонстрируем, каким образом это будет работать. Так, Татьяне я ответила. Отлично. Если кандидат сегодня добавлен из HeadHead на вакансию X, а через месяц добавлен через зарплату RU на вакансию, то какой источник пойдет в аналитику? Распознает ли систему в аналитике разные источники или берет заистину первый? Светлан, был подобный вопрос в моей практике. На текущий момент мы работаем над этим. Возьмет источник первый, то есть HeadHunter. В дальнейшем, если потребуется поменять, через три месяца можно будет его поменять вручную. Так, Татьяна. Как происходит автоматизация, если рекрутер работает в режиме холодного поиска? Можете показать процесс, когда найден интересующий резюме на HeadHunter, что происходит в системе далее. Татьяна, спасибо. Отличный вопрос. Вкратце продемонстрирую наше небольшое расширение. Называется оно CBR. Появится вот такое расширение. И здесь мы устанавливаем и для режима холодного поиска в верхнем правом углу в любом браузере будет указана кнопочка «Загрузить». И, собственно, мы сможем загрузить любое понравившееся нам резюме прямо в базу. А если кандидат будет уже загружен в систему с другого источника, либо забили его руками, либо подгрузили в файлики, мы сможем увидеть то, что кандидат уже загружен в систему. И таким образом у нас система обязательно проверит на дубле по фамилии и имущества, номеру телефона, местонахождению, имейлу и, соответственно, дате рождения. Таким образом, соответственно, сможем наследить кандидатов и на дубле в том числе. Так, вопрос по штатному расписанию увольненные сотрудники по-прежнему занимает ставки. Штатное расписание без проблем. И в случае увольнения, опять же, мы сможем завести непосредственно заявку на вакансию, которая пойдет по заданным маршрутам. Так, Марин, спасибо за помощь, что отвечаешь. Так, как посмотреть аналитику по конкретной вакансии, к примеру, сколько было совершено звонков, приглашено на интервью, отказ, то есть на текущий статус кандидатов, а аналитика за все время по работе с вакансией. Без проблем в любой, соответственно, в любой вакансии заказчик, вот здесь мы возьмем, например, менеджер по продажам, и буквально один клик мы сможем здесь построить воронку подбора именно по менеджеру по продажам. В дальнейшем также есть возможность и отследить, сколько у нас было звонков, писем, встреч по данному конкретной заявке на вакансию. То есть здесь мы видим, сколько у нас кандидатов на текущий момент на рассмотрение, сколько там на собеседовании, на согласовании, кого мы приняли, кого мы отклонили, по каким причинам, опять же, расшифровка будет. И здесь мы сможем увидеть все активности, сколько было всего звонков, писем, встреч и так далее, проведенных внутри. Так, коллеги, еще вопрос, возможно ли выгрузить базу кандидатов, перенести из ИСТАП? Да, перенести, да, Марина, спасибо, тоже ответила. Юлия, согласно 152 ФЗ, работодатель не имеет права хранить копии паспортов и других документов работника. В работе используются только реквизиты документов. Какими документами регламентируется запрос, сканав паспорт и снился? Согласно 152 ФЗ, мы обязаны взять с нашего уважаемого кандидата согласие на обработку персональных данных, которые у нас непосредственно вшиты в анкету кандидата. И в дальнейшем отмечу то, что анкеты мы не храним более 30 дней, согласно законодательству. То есть после того, как мы собрали документы, трудоустроили непосредственно нашего кандидата на работу, анкета удаляется в автоматическом режиме через 30 дней. Мы здесь законодательство обязательно проработали, в этом моменте защитили всех наших пользователей, наша система. Коллеги, как и обещал, 40 минут. А, и единственный еще вопрос от Татьяны. При загрузке через расширение резюме попадет в базу, далее его нужно найти и потянуть в локацию вручную. Да, верно, верно, все верно. То есть мы загрузили кандидата через расширение в базу и в дальнейшем, соответственно, закрепляем ее за вакансией прямо из системы. То есть ссылочку на карточку кандидата можно будет открыть прямо через расширение. Татьяна и все коллеги, кто сегодня присутствовал, огромное спасибо за вопросы. Вопросы были действительно интересны. Надеюсь, для вас данный вебинар не прошел зря и тоже был интересен. Если у вас остались какие-то вопросы, можно будет их оставить. У нас в самом начале было много вопросов по поводу записи. Мы обязательно сделаем всем рассылку, как говорил ранее. Коллеги, еще раз огромное спасибо за внимание. Очень рад был с вами присутствовать. Мы обязательно будем продолжать цикл наших вебинаров по группе управления персоналом, касаемо и подбора персонала, кадрового электронного документа оборота и корпоративного портала. Следите за анонсами, обязательно не пропускайте. Всего вам доброго, удачного дня. На дворе лето, поэтому у всех должно быть настроение прекрасное. Всем до встречи, увидимся. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...